Микс Ньюс Да, добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. Напомню, что сейчас мы работаем в системе удаленного доступа. И это значит, что мы связаны с нашими гостями или по телефону, или по скайпу. Вот мы сейчас будем, попросим нашего звукоежиссёра, чтобы он созвонился с доктором права Михаилом Черноусовым, у которого очень большой опыт работы по границам органов. И мы сейчас с ним обсудим вообще ситуацию в сфере безопасности. Нужно ли вообще ужесточать карантинные меры. Михаил Михайлович, добрый день. Добрый день. Добрый день всем. Всем здоровья. Сегодня действительно очень актуальная тема для всех. Фактически, наверное, каждого человека касается эта проблема. Ну и я бы выделил, скажем так, два блока вопросов. Что и почему происходит? Что и почему происходит? А что делается и что надо делать? Вот если то, что делается и то, что, казалось бы, надо делать, это на слуху многие это обсуждают, в частности, те меры, которые должны проводиться, которые проводятся, а это комплекс мер и политического, организационно-правового характера, это медицинские меры, это экономические меры, социальные и так далее, то вот изначально то, из-за чего все это пошло, а, казалось бы, совсем недавно все это началось, первое время это обсуждалось, потом это как-то ушло в прошлое. Фактически, на сегодня неизвестно происхождение этого вируса. Он появился недавно совсем, буквально в конце прошлого года. До сих пор он до конца не исследован. А вот причины происхождения неизвестны. Природные это или рукотворные причины. Кто-то говорит так, кто-то говорит так, кто-то спорит, доказывает свою точку зрения. Если это рукотворные производные, значит, тоже могут быть варианты. Это либо сознательно произведенное оружие, или ошибочно синтезированное для каких-то других целей. Вот, например, буквально недавно прозвучала такая теория, что от специалиста о том, что эта бактерия была частично, в том буквальном смысле, она была разработана для того, чтобы уничтожить последствия загрязнения нефти в Мертиканском заливе. Там она была названа Тинтия, и может быть, что она вместе соединилась с другими, и вот действия очень похожи на то, что сейчас. Так вот, если не знаем причину и основу происхождения вот этого вируса, то, естественно, сложно с ним бороться. А вот что происходит, тут уже как бы вопрос более широкий. Все мы сейчас видим, все мы ощущаем на себе. Но вот то, что касается политических мер, то, к сожалению, надо сказать, что все это замечают. Политики сильно подорвали доверие населения, и хотелось бы, чтобы лидеры всего мира, они должны были бы уже выработать какой-то глобальный ответ, поскольку это проблема-то, COVID-19 глобальная проблема, уже много людей в разных странах погибает. Так вот, какой-то единый подход должен был быть выработан для того, чтобы как-то вот совместно осуществлять ответ на этот санитарный, экономический кризис. Частично что-то делается. Есть какая-то взаимопомощь уже между странами. Мы знаем, что из России послали там и в Италию, и в Америку самолет с помощью, с медицинской и так далее. Но все это такие отдельные меры, они не носят комплексный характер. А вот то, что мы наблюдаем у нас, ну, скорее всего, можно сказать, что полное или частичное непонимание то, чего происходит. Если посмотреть статистику, она доступна в интернете, то ситуация не очень страшная в Латвии. Да, есть как бы нарастание вот этого поражения людей, но нет такого глобального и глобальных признаков эпидемии. Они частично, да, но, в общем-то, ориентация, видимо, идет на то, что происходит в других странах, поэтому меры идут по координации, по взаимодействию, по выполнению указаний сверху, и что-то принимается. Но вот как это влияет на экономическую ситуацию, вот это мы видим довольно печальную картину. Вот здесь, да, здесь некоторые выступающие, некоторые те, кто дискутирует на эту тему, говорят о том, что правительство фактически убивает малый и средний бизнес, поддерживает при этом монополистов, думает о том, как повысить штрафы, ввести ограничения, разделить те деньги, которые выделены на борьбу, а не о том, как принять надлежащие, соответствующие, адекватные меры в интересах всего народа, всей страны. Ну и вот то, что наблюдается повышение штрафных санкций, ограничительных каких-то мер, с одной стороны, они необходимы. Да, надо, с учетом возможной опасности вот всего этого, то, что происходит, необходимо меры принимать. Но не должно быть так, чтобы меры по преодолению, вот угрозы, пока еще это нереальная пандемия, нереальный какой-то вот такой наплыв массовый, это угроза того, что может произойти. И вот меры, которые принимаются во избежание вот этих возможных рисков, они как бы не ухудшили очень сильно ситуацию. А сейчас вот многие люди находятся в таком как бы непонимании, что происходит, что ждать, что будет, как себя вести. Многие уже начинают к этому относиться, скажем так, слишком поверхностно. И не принимают это всерьез, хотя, в общем-то, угроза, она ощущается, и все-таки надо к этому относиться посерьезнее. Вот так бы на вспыдку. Да, вот поскольку у вас большой опыт работы в правоохранительных органах, вы знаете, что такое обеспечивает безопасность, вот такой вопрос, который я хотел вам задать. Сейчас вот и в правительстве мнения разделились по поводу степени, я бы сказал, жесткости мер, которые нужно принимать в этой чрезвычайной ситуации. К примеру, глава МВД вот уже которую неделю, я имею в виду Сандис Гиргенс, которую неделю говорит о том, что надо вводить нечто вроде всеобщего карантина, то есть фактически запретить передвижение граждан только в случае острой необходимости. Условно говоря, один член семьи посещает ближайший магазин или аптеку, ну и работают, на работу ездят только представители определенных служб экстренных. Понятно, что полиция, медики, аварийные службы, может быть, там еще какие-то определенные организации, которые обеспечивают там непрерывный цикл работы, к примеру, электроэнергия, все остальные сидят по домам. С одной стороны, это может, конечно, убить окончательные остатки нашей экономики, но с другой стороны, вот сторонники таких мер говорят о том, что только так можно остановить вот эту эпидемию. Вот другие говорят о том, что нет, нам достаточно тех мер ограничительных, которые уже сейчас введены, вот эти два метра социальная дистанция, больше двух не собираться и так далее. Все-таки ваше мнение, вы к какой версии склоняетесь или, может быть, у вас есть третий вариант какой-нибудь? Нет, вы знаете, я соглашусь с тем, что меры должны быть. Те меры, которые уже приняты, правовые, организационные меры, они на данный момент, на мой взгляд, они достаточно жесткие, достаточно серьезные. Это и по ограничению передвижения, по тому же метражу. То есть это, скажем так, меры социального контроля. Усиливать ли вот при той тенденции, которую мы наблюдаем, вот по этому вирусу, как он действует, ну, здесь вопрос такой, скажем, спорный. Я бы считал, что это пока еще преждевременно. Пеждевременно, да? Потому что, да, потому что если опережать события и ждать, что, может быть, когда-нибудь наступит вот реальный такой вал, ну, тогда да, но мы не располагаем такой статистикой, не располагаем такими цифрами, поэтому, на мой взгляд, вот те меры, которые уже введены, другое дело, что они не соблюдаются, но их, в принципе, в правовом плане достаточно. То есть это с сегодняшнего дня мы знаем, что уже маршрутки не будут ходить, но общественный транспорт, насколько я знаю, курсирует. Курсирует, да. Вот там есть ограничения, да, по количеству посадочных мест, то есть нельзя там вдвоем сидеть на сиденьях. Наверное, это правильно. Это да, с этим надо согласиться. Ну, вот вводить полный карантин, когда все должны сидеть дома, ну, это может быть еще пока преждевременно. Я надеюсь, что это пока, что потом ситуация улучшится. Другое дело, что исполнять те меры, которые существуют, которые приняты уже, вот это, да, надо к этому относиться серьезнее. Вот если мы посещаем супермаркеты, мы видим, там определенный порядок существует. Люди как бы сторонятся друг друга, обходят, держатся на расстоянии. А что происходит на рынках? Что происходит, скажем так, там, где раздают пищу, вот сегодня один из авторов на Фейсбуке указал, что на Крышенбарна там выдают, значит, пищу малообеспеченным людям бесплатную, и очередь плотненько так стоит, один за другим. Ну, что это? Или, допустим, когда вот совсем недавно репатрианты прибывали в Ригу, вот я как раз хотел спросить. Они спокойно садились на автобус и ехали дальше? Они, да, садились и разъезжались, а может быть, среди них есть вирусоносители. То есть, вот эти меры, которые приняты, если бы они уже соблюдались, вероятность дальнейшего распространения, она бы все-таки уменьшилась. Поэтому, ну, я отношусь так, что эти меры достаточные в плане организационно-правовом, а вот в плане защиты экономики, вот здесь, в общем-то, на мой взгляд, провал. Те меры, которые правительство предлагает по какой-то частичной компенсации с массой условий, что нужно сделать, особенно для малого бизнеса, для самозанятых людей, вот это, да, вот это здесь сложно. Если мы посмотрим в других странах, то там, в общем-то, принимаются конкретные меры, что всем людям там какие-то пособия, выдать какие-то там льготы, налоговые льготы, кредитные каникулы, у нас вот этого как раз нет. А хотелось бы, вот это очень важный момент, обеспечивая, как бы, безопасность по распространению, вводя ограничения и соблюдая эти ограничения, надо не забывать об экономике. Когда-то все-таки мы выйдем из этого кризиса, когда-то должна наступить, пускай не все доживут до этого счастливого момента, но тем не менее такое будет. И там, как будет с экономикой, это уже вопрос большой. Это да, вопрос очень серьезный. Еще говоря, в принципе, о безопасности, вот на ваш взгляд, насколько сама полиция в состоянии справиться вот с этой проблемой, ведь всех не проконтролируешь, посмотрите, у нас несколько тысяч репетриантов приехало. Все ли из них соблюдают вот этот режим самоизоляции? Большой вопрос. Ну вот это уже вопрос самоизоляции и карантина. Да. Полностью всех проконтролировать при режиме самоизоляции довольно сложно, невозможно. Если будет введен, а он не исключено, что когда вот вал нарастет, тогда может быть и введен полный карантин. Так вот, необходимо, конечно, привлекать все, всех построить, всех направить, и причем, может быть, целесообразно подключить и армию тоже для этого. Не для защиты восточной границы, о чем вот недавно было заявлено, от вероятного агрессора с Востока, а вот на выполнение таких обычных контрольных функций. Вот, но это должно очень строго, четко быть определено, чтобы не было никаких перегибов, вот в том числе со стороны силовых структур. Поэтому, я думаю, что то наличие силовых ведомств, которые у нас существуют, их у нас, в общем-то, переизбыток на душу населения, если все они будут заниматься не перекладыванием бумажек в это тяжелое время, а будут направлены на службу для обеспечения порядка, то тогда можно будет справиться в этой ситуации. Да. Вот поскольку вы еще и присяжный адвокат, знаете практику работы и следствия, и судов, мы знаем, что сейчас все перешли так называемый удаленный доступ, суды в основном рассматривают вопросы в письменной форме. С одной стороны, может быть, это как-то ускорит процесс вот расследования, может, я помню, вот когда вы к нам приходили, сколько полгода тому назад в эфир, вы говорили с тревогой о том, что, ну, дела рассматриваются иногда очень медленно и не дорабатывают все звенья вот этой судебной власти. Что сейчас? Ну да, сейчас вот из-за этой ситуации введено в Верховный суд и ответственность у Министерия ввели ограничения по проведению открытых заседаний, по возможности доступа адвокатов в места лишения свободы для встречи с арестованными, ну, и другие ряд мер введены. Как это скажется? Ну, я знаю, что работает и прокуратура работает, и полиция работает, и суды работают, но в таком ограниченном режиме. Как это ускоряет процесс работы по тем делам, допустим, по которым я занимаюсь, по уголовным делам, какого-то прогресса я не вижу. Застой, как был, так он и есть. Дела тянутся, да еще всегда есть повод сказать, сослаться на вот, что вот мы там задействованы, в каких-то мероприятиях нам некогда, нам не до того, и те дела просто, в общем-то, такие текущие дела, уголовные процессы откладываются, те люди, которые должны были бы быть либо привлечены к уголовной ответственности, либо какие-то другие меры в отношении не должны были быть приняты, а они гуляют на свободе, и, в общем-то, их никто особенно не теребит. Я знаю несколько даже по своим делам таких случаев, когда, в общем-то, полиция не занимается. Она знает, открытые, как бы, дела конкретные, есть конкретные лица, конкретные доказательства виновности, но просто никто не занимается ими, сейчас тем более. К сожалению. То есть, в принципе, мы можем ожидать, что все это затянется, да? Ну, так, чтобы это ускорилось, я бы не ощущал, хотя вот недавно я говорил с одним адвокатом, который в Европе работает, в Австрии, в Вене, находится, базируется, он сказал, что сейчас по международным делам наиболее благоприятное время для подачи в суды каких-то материалов, в том числе по защите прав человека, наиболее благоприятное, потому что они не заняты текучкой и могут сосредоточиться на выполнении каких-то таких серьезных, важных задач. Но у нас пока не ощущается. Посмотрим. Все это у нас настолько быстро произошло, что еще трудно дать какую-то оценку, как это будет. Все пока в таком шоке находятся за этот период времени. В общем-то, не полный месяц, как все это закрутилось, а все уже начинают в общем-то только предполагать, что еще дальше за этим последует. Вот как вам кажется все-таки вот этот вот вирус или пандемия, глобальная такая вот эпидемия, она поможет изменить, не знаю, там, мировую политику, потому что вот на фоне всех вот этих ужасов, связанных вот с пандемией, мы видим, что творится в Соединенных Штатах, в Италии, в Испании, что было в Китае, как-то уже может быть все эти вопросы каких-то санкций, каких-то взаимных претензий как-то отходят на второй план? Ну, что касается санкций, то хотелось бы, что санкции, в общем-то, в отношении таких стран, как Россия, там, Иран, ну, пора их давно упразднить, тем более, все-таки там другая ситуация, они оказывают помощь, несмотря на то, что на них смотрят вплоть пальцы. Что касается общей ситуации глобальной в мире, то, на мой взгляд, безусловно, поменяется очень многое, поменяется кардинально, и как это будет выглядеть, сейчас, наверное, никто не сможет дать оценку ни в какой сфере, но, допустим, взять сферу финансов. Сегодня мы видим, что идет уже ограничение по обороту наличных денег. Может быть, это первый шаг к тому, что наличные вообще отойдут в прошлое и будут рассчитываться только карточками банковскими. А что такое банковская карточка? Это значит возможность отследить каждого человека, при необходимости его заблокировать, полностью его поставить под контроль, под тотальный контроль, в том числе передвижение человека за счет мобильной связи и так далее. То есть, одно из возможных развитий событий, когда тотальный контроль будет очень и очень усилен. И люди будут ощущать себя маленькими винтиками в большом мире, где каждому предписано, как крутиться, куда крутиться, с какой скоростью, что нужно делать и так далее. Все будет разложено по полочкам. Другой вариант событий, что что-то система начнет давать сбой. Вот, допустим, сейчас уже говорят о том, что Италия готова выйти из ЕС. Может такое быть? Вот в данной ситуации вполне вероятно, мы не можем исключать, если Италия выйдет, там, видишь, и Испания подумает об этом, и другие страны, и пойдет сбой в системе. То есть, тогда система начнет разваливаться, разделяться, ограничиваться, не будет взаимопомощи, будут жесткие границы, перемещения между странами значительно уменьшатся, и так далее. То есть, события могут развиваться по разному сценарию. Но то, что напрашивается на сегодняшний момент, на первый взгляд, то, что единая система в таком глобальном плане, в мировом плане, она все-таки будет выработана, и все будут просто-напросто национальные элиты, страны, выполнять четко указаний тех, кто стоит во главе этой пирамиды. Может быть, не исключаю, что это будут какие-то финансовые структуры, такая теория тоже витает, что финансовые структуры все это подстроили. Я не думаю, что все это подстроили специально. Все-таки элемент непонятности, он присутствует. Но нельзя исключать, что финансовые структуры все это возьмут под жесткий контроль, в том числе национальные правительства. Надо денег, пожалуйста, вам деньги распределяйте, но распределяйте строго по направлениям. То, что мы вам скажем и то, кому мы скажем. А вот те, кто, скажем так, не очень угодны такому глобальному правительству, те половины населения можно немножко отодвинуть на задний план, пускай сами барахтуются. Ну, один, скажем так, из сценариев или много подобных сценариев про различных фильмов, ужасов, они уже рассмотрены, показаны, проанализированы и, в общем-то, чувствуется, что вот по какому-то сценарию мы сейчас и идем. Да, может быть, такой вопрос, который хотел задать вам, как рижанину, наверное, скорее всего. Как вы считаете, стоит ли вообще в этой ситуации проводить неочередные выборы в Рижскую Думу? Ну, мы знаем, что перенесли уже выборы в Рижскую Думу с 25 апреля на 6 июня. Если сейчас действительно продлят чрезвычайную ситуацию на три месяца, то, наверное, возникнет вопрос с тем, как проводить в этих условиях неочередные выборы. Скорее всего, скорее всего, они будут отложены до окончания чрезвычайной ситуации. Я, конечно, сочувствую тем депутатам, которые остались сейчас в таком подвешенном состоянии, и тем рижанам, которые все это ощущают, все это видят. Но сегодня вот такое управление в регионах Пашвел, они уходят, проблемы эти уходят как-то на второй план. они уже не столько важны. Сейчас, вот сегодня, главное все-таки это выжить, сохранить здоровье, сохранить население, сохранить, в общем-то, веру людей в какое-то, в реальное какое-то будущее. Ну, и поэтому будут ли выборы сейчас, скорее всего, нет, а будут ли они там летом или осенью, это вопрос, в общем-то, не очень актуальный, как он будет, так он будет. Не до этого сейчас, да. Да, сейчас не до этого. Ну, вот, на мой взгляд, все-таки главные такие проблемы, это, и это должны ощущать не только обычные люди, управленцы разных звеньев, но это, в общем-то, власть, на мой взгляд, должна осознавать, что в это время важно дать всем людям средства к существованию, это во-первых, и все возможные экономические меры предпринять для того, чтобы как-то вот минимизировать экономические риски, сохранить то, что есть, и, в общем-то, не разрушить экономику, а окончательно дать возможность людям выжить в это время, ну, и, безусловно, это необходимо усиливать, мобилизовывать, поддерживать медицину, исследования биологов, инфектологов, иммунологов и прочее, создавать команды возможности для реагирования оперативно, вот это вот сейчас наиболее актуально, вот в этот период, для того, чтобы поддержать, показать людям, что все-таки происходит, дать им возможности сохранить себя, сохранить здоровье, сохранить свой бизнес, сохранить веру в будущее, помочь медицине со всей этой проблемой справиться, и, на мой взгляд, одним из таких основных вот средств в глобальном плане по борьбе по преодолению вот этой пандемии, это не изоляционизм, не сегрегация разделения, а информация и сотрудничество, и вот тут, если уходить от того, что должно делать руководство, правительство, власти, тут остается наиболее важный вопрос, что должно делать само население, как оно должно реагировать, и вот здесь на мой взгляд очень важный момент, это то, чтобы, ну, во-первых, нельзя и не стадать в панику, нельзя слишком расслабляться и относиться к этому, в общем-то, с недоверием, что где-то что-то там происходит, и у нас все спокойно, ситуация непростая, и, в общем-то, надо осознавать, что у нас сложное, надо соблюдать все медицинские рекомендации по гигиене, по санитарии, пускай сейчас это, скажем так, элементарные вещи, там, мыть руки, там, не чихать друг на друга, но их надо элементарно соблюдать, и они всегда люди это делают. Вот это вот для людей вот тоже надо реагировать соответствующим образом. У вас же такой вот последний вопрос, на ваш взгляд, нужно ли наказывать за распространение вот такое модное слово фейк или фейк-ньюс в социальных сетях, ну, мы знаем, что сейчас каждый сам себе репортеры и сам разносчик информации, людям кажется, что они специалисты во всех вопросах, хочется каким-то образом, может быть, выделиться и публикуют иногда какие-то вещи, которые вызывают, ну, вот, шок в обществе. Ну, я бы сказал так, что если это делается осознанно и это зафиксировано, но чтобы не было перегибов, что кто-то там выставил какое-то свое мнение, да, свое мнение высказал или там какую-то статью, а оказалось, что источник не очень достоверный, и такого сразу хватать и в каталажку, нет, так нельзя. Но если делается какая-то, скажем, организованная, целенаправленная команда или отдельный человек проводит такую линию, это доказывается, доказано, подтверждается, ну, тогда, может быть, да, таких людей надо наказывать, но не акцентировать тоже на этом внимание, если это просто мнение, ну, почему нет, если это версия, то это да, в другом плане, как она высказана, если высказывается в социальных сетях, ну, с одной стороны, надо высказывать должным образом те, кто это делает, те, кто высказывает свое мнение, не, скажем так, может быть, слишком настойчиво и как бы как неоспоримый факт, а если это делать разумно, то к этому надо и подходить тоже разумно, как к версии, как к мнению, а не как вот к сознательному распространению каких-то фейк-ньюз. Да, спасибо большое, вы сами тоже как бы так в удаленном доступе, да, сейчас работаете? Ну, да, разумеется, у компьютера, но очень редко выбирают, вот позавчера были, выманите, посмотрели, так зашли, там и в Риме, посмотрели, как супермаркеты, работают другие, и, ну, получили какое-то впечатление, но... Все-таки какие-то меры предпринимаются, да, чтобы уменьшить вот это распространение? безусловно, безусловно, и публичная информация в супермаркетах, и люди так, некоторые ходят в масках, некоторые без масок, это уже другой вопрос, потому что ношение масок, как мы знаем, тоже спорное, по рекомендациям медиков, кто-то говорит, что это нужно, необходимо, кто-то нет, ну, то есть тут разные мнения, но элементарные меры предосторожности, кстати, у нас любой может посмотреть на сайте COVID-19, там можно найти ответы на многие вопросы, в том числе и на русском языке, нужно признать, да, в том числе и на русском языке, да, вот поэтому те, кто интересуется так глубоко, не только вот основываться на тех, обсуждениях, которые мы видим в социальных сетях, но и, в общем-то, такие, скажем, стабильные источники информации, к ним обращаться, чтобы получить знание о том, что сегодня происходит. Михаил Черноусов у нас был на прямой связи, присяжный адвокат, доктор Права, большое спасибо, сейчас будет перерыв, потом новости, потом мы вернемся в студию по скайпу, мы будем созваниваться с педагогом Маргаритой Драгевой, узнаем ее мнение о обучении детей, там, школьники, студенты, все сейчас обучаются на дому удаленно, об этом и поговорим, не переключайтесь.